Доброго времени суток! С вами Пазл и это продолжение пасхалок GTA 5. И, друзья, сегодня у нас офигительный выпуск, потому что мы опять возвращаемся к теме пришельцев, к теме НЛО. И я нашел много нового. Например, вот сейчас я вам показал на радаре место. Это опять гора Чилайт, и она вообще славится, я заметил, своими пасхалками на тему инопланетян. И, судя по всему, с ней что-то замешано, вот, инопланетное. Это точно, совершенно точно. И сейчас я вам покажу пещерку, в которой опять-таки я нашел глаз. Тот самый знак, что был на фуникулёре, как вы помните, в предыдущей части я вам показывал. И тот же самый глаз был на горе под смотровой площадкой. Опять же, помните, красненьким он был там выделен. И опять он нас здесь встречает. Итак, вот я бегу, бегу и вижу, что здесь явно что-то есть такое интересное. Я взял оружие, чтобы приблизить. Кто сможет прочитать надписи, в принципе, дерзайте. Но я в них ничего не увидел такого сверхъестественного. Но забавно. Новая отсылка к пришельцам, это всегда круто. И знаете что, я прошу вас не выключать это видео, потому что в конце я вам покажу настоящее НЛО. Самое настоящее НЛО, огроменное, которое я нашел в GTA 5. Я давно об нем знал и давно хотел вам показать, но у меня не было специального оборудования для записи этой пасхалки. Имеется в виду оборудование в игре. Вот, видите, этот знак опять, опять этот глаз, опять это НЛО. Я тут загорелся чуть-чуть, это не обращайте внимания ради прикола. И здесь, видите, разноцветные какие-то рисунки. И лежит череп животного. Все больше и больше указаний, что нам надо здесь что-то искать на этой горе. И дальше я летал, я очень долго летал вокруг этих гор, чтобы что-то еще найти. Я так запарился, друзья, и вы просто не представляете. Я убил где-то часов 6. Я сидел с 11 вечера до 5 утра и просто летал, смотрел. В общем-то, смотрите, опять же, на той же горе человек под фуникулером. Если пролететь, нужно, правда, очень аккуратно к стенке подлетать. Сразу не заметите. Опять можно увидеть этот знак. И под этим знаком, то есть летающая тарелка, а под ним какой-то человечек. Вероятнее всего, это пришелец. И, блин, когда я его нашел, я был просто по жопу рад, потому что я здесь летал очень много, облетал несколько раз. И как раз таки так и надеялся что-нибудь здесь увидеть. Я попытался выйти из вертолета, чтобы рассмотреть поближе. К сожалению, у меня это не получилось, как видите. Я начал биться лопастями об скалу и падать потихоньку вниз. Но я все-таки умудрился кое-как выйти. Может быть, поближе сейчас рассмотрите. Но, в принципе, все понятно, что здесь рисунок, опять указывающий, что эта гора так или иначе связана с пришельцами. И что здесь нас что-то ждет. Вот вы помните, да, там было написано наверху, что приходи сюда после завершения кампании, то есть истории. И когда мы пройдем сюжет, вот рисунок, смотрите. Я тут вывалился чуть-чуть неуклюже. Но, тем не менее, смотрите, инопланетянин и держит летающий тарел. И вот нам сказали там текстовым сообщением, то есть написано на смотровой площадке, вернись сюда, когда закончишь историю. Обязательно вернемся, обязательно будем расследовать все это дело. Мне это понравилось, я хочу разгадать тайну инопланетян. А теперь следующая пасхалка, самое главное, в Тихом океане. Именно вот здесь, обязательно смотрите, лучше всего сюда плыть на батискафе, то есть на подводной лодке. Но подводная лодка открывается на 30-й миссии, то есть в середине игры. Сразу вы туда заплыть, может быть, и не сможете. Потому что достаточно глубокая, глубокая глубина, простите за тавтологию. И я не мог доплыть. Я хотя развивал очень сильно легкие своим персонажем, но я не мог доплыть до летающей тарелки, которая там, судя по всему, потерпела свое крушение. Хотя, я думаю, можно и доплыть, если постараться. Но, правда, не рассмотрите ни черта. Я попытался вам, видите, показать ее во всей красе. Вот она лежит. Самая настоящая, огромная летающая тарелка. Черт. Я, когда ее увидел, честное слово, был поражен. Поражен всем этим масштабом. И как же Рокстер в этот раз отнеслись к теме НЛО. В Стан Андреаса они нас патролили так, да? Типа, мол, ой, есть пришельцы. И на самом деле ничего не было. А вот здесь, вот здесь-то реально что-то есть. И причем, одна из главных пасхалок игры явно связана с пришельцами. Здесь буквально дополнительные миссии. Не каждая, но многие как-то отсылаются к чему-то инопланетному. Много вот этого вот всякого добра, рисунков, летающих тарелок, пришельцев подо льдом. Помните в прошлом выпуске? Если не помните, тогда посмотрите прошлый выпуск. Срочно! Для чего я его создавал? Вот, собственно, посмотрите, какая прекрасная у нас летающая тарелка. Это эпик. Это эпик вин. На, ура. Ах, жалко, в нее нельзя залезть. Я пытался найти какое-нибудь место, может быть, там. Да нет, понятно, что в нее не залезешь. Но я поплавал, рассмотрел, но ни черта, ни черта. Все, она здесь намертво. Я вот думал, а что там внутри? Может, трупы инопланетные, а? Не знаю. Не важно, уже не важно. И, я думаю, мы не узнаем. Но будем дальше раскрывать пасхалки. Особенно вот меня заинтересовали пасхалки с инопланетянами, потому что это я чувствую прям главная такая пасхалка. Я должен ее разгадать. Это мой священный долг. Ну и на этом, я думаю, нам нужно прощаться. Надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Я старался систематизировать его, то есть сделать именно про пришельцев. Поэтому извините, что так долго добывал батискав. На этом все. Прощайте, друзья. Пока. Подписывайтесь на канал, если вы хотите продолжения. И оставляйте комментарии. Еще очень важны ваши лайки. Спасибо, друзья. Пока.